Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Изба Вязальны, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сейчас мы с вами свяжем вот такое очаровательное платье по косой. Начинаем, как всегда, с составления схемы вязания. У нас есть две мерки. Объем груди, объем бедер. Учитывая, что платье представляет собой трубу, берем ту мерку, которая нам важнее, которая больше. У меня объем груди 36 и длина изделия 40. Вот такие вот две мерки есть. Сейчас мне пока важен объем груди 36. У нас 4 клина. Значит, моя задача сейчас определить размер одного клина, потому что они все будут одинаковые. Просто хитро вывязываются, но размер этих клиньев будет один. Значит, 36 делим на 4, получается 9. 9 см у меня ширина клина. Но, учитывая, что клин идет не по прямой, а по косой, у нас косое платье, сейчас мы с вами будем рассчитывать размер этого самого клина. Потому что 9 см – это размер по косой. Для этого я нахожу 45 градусов угол. Проще всего вот так вот сложить лист. Вкладываем, складываем, получаем 45 градусов. Вот оно, сейчас проведу, чтобы вам было видно. Вот это 45 градусов. И, учитывая, что у меня размер идет по косой, для того, чтобы определить ширину клина, провели середину. И смотрим. У меня размер клина 9 см. 9 пополам – это 4,5. 4,5 по серединке. И выравниваю 9 точечки. Точка 1, точка 2. Сколько здесь? 6 см. 6 см – это ширина клина. Потому что, когда у меня клин ляжет боком, все вязание косое, ширина его будет 9 см. Длина с длиной тоже не все так просто. Длина у меня определяется по боку. Видите, так, вот здесь вот от точки. Беру свои эти 40 см. Сейчас. Проще всего это сделать метровой лентой. Отмеряю 40 см по прямой. Вот она эта точка. Вот она. Кладу сюда линейку. Вот отсюда у меня, видите, вот здесь вот точка 40 см. Длина. И дальше отмеряю, даже лучше вот так вот. По длине, по длине, по прямой. Делаю себе вот так. Прямую линию. И отмеряю от уголка, сколько уж у меня получается. 55 см. То есть, 55 см. По косой у меня длина клина. Итого, у меня получается длина клина 55 см на 6 см. Поживаю мастер. 6, 55 см. Вот такой шириной у меня получается клин. Схема вязания очень простая. У меня будет 4 клина. Длинный, 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 клин 1 см. Размером 55 см на 6 см. Вот здесь тоже 6 см. Второй клин идет 55 см на 6 см. Вот здесь 6, 6 см. 6 см. Следующий клин. Так, мне длины не хватает. И четвертый клин. Вот он как раз тоже 6 см. Вот такого размера у меня будет в моем платье. Когда я его сошью, оно создаст вот такое вот... Все это обернется вокруг тела несколько раз и превратится в такую трубу. Можно делать клинья чуть-чуть пошире, потому что вот это в обтяжку. Это обтяг будет. Вот просто вот в облипочку. Если вы хотите свободно, то предварительно сделайте выкройку на бумаге. и посмотрите, что у вас получается. Потому что вот этот перекос вязания несколько непредсказуем. То, что 6 см вы в него влезете, но опять же повторю, это будет облипочка. Очень так, плотненько сидеть. Хотите посвободнее, пробуйте на предварительной выкройке, сделайте ее из газеты и посмотрите, что у вас получается. Подходит, вяжите. Наша задача сейчас рассчитать вот это вот вязание и связать его, сшить и оформить лямочки. Нижнюю часть мы обрабатывать в этот раз не будем, потому что можно обвязать крючком, а можно оставить так, как есть. Край будет достаточно аккуратен и так. Итак, у меня есть петельная проба. 2,5 петли и 4 ряда. Я делаю расчет. 6 и 4, 24. Это высота клина. Ширина клина. 55 умножить на 2,5 равно 137,5. 138 петель у меня ширина клина. И вот эти 6 см мне тоже нужны. 6 умножить на 2,5 равно 15. 15 петель. Вот такой у меня расчет. 24 ряда. 15 петель. Закрываю. 15 открываю с другой стороны. Провязываю. Если у вас не хватает 130 машинки, потому что это на тунику либо на какую-то небольшую блузку, на платье, конечно, вот эта выкройка не пойдет, потому что вам не хватит машинки. Переворачивайте вязание вот таким вот образом. И вяжите. Все то же самое. Начинайте вот с этой ширины. Добавили, добавили, добавили. Если вы видите, что у вас не хватает, вяжите отдельно каждый клин. Связали 4 клина. Сошьете их между собой в таком порядке. И у вас будет идеальное платье. Все будет то же самое, только оно пойдет... Перекос будет не в одном направлении, он немножко в другом, потому что вот видите, так у нас оно пойдет сгибаться в одном направлении вязания, а если вы будете вязать в таком, то оно просто пойдет в другом направлении. Все равно будет косой, все равно будет угол. Самое главное знать, как выйти из ситуации, если вам не хватает игл машины. Вот. А сейчас берем на вспомогательную нить. Вспомогательную начинаем, вспомогательную заканчиваем. Каждый раз мы можем оставлять открытые петли, а можем делать закрытие, то есть закрывать петли, смотря как вы будете дальнейшую обработку проводить. Мне открытые петли снизу не нужны, да и сверху тоже, потому что сверху у меня будет рулик, а снизу обработки никакой не будет. Поэтому я открытые петли оставлять не буду, только по нижней и верхней части. И еще такой момент. Часть петель я могу закрыть сразу здесь и здесь. Как? По какому принципу это делается? Представим, что вот эта часть переходит у меня наверх, значит, она у меня пойдет вот сюда. Значит, вот эту часть я могу закрыть сразу. Вот эти вот 15 петель я закрываю, остальные на открытую на вспомогательную нитку, чтобы были открытые петли. Здесь часть петель у меня пойдет вот так вот. То есть, вот эту часть я оставляю на открытых петлях, а вот это закрываю. То есть, я делаю вид, что переношу последнюю деталь вниз и смотрю, какие петли у меня будут свободны. то есть, закрываются вот эти 15 петель, с этой стороны вот эти 15 петель. Открытые петли я просто складываю и зашлю трикотажным горизонтальным швом. Вот так вот мы сейчас с вами будем вывязывать наше полотно. Еще такой момент. Вывязывать мы будем не только полотно, но и отверстие для шнура. отверстие пойдет вот так вот параллельно точкам, которые у нас тут присутствуют, вот так вот параллельно полу. И вот оно. Нам нужно сделать хотя бы небольшой расчет, как же это вяжется. На самом деле не обязательно делать в каждом ряду, можно сделать эти отверстия через 3-4 ряда. Главное отметить, что они тут есть, чтобы в них легко можно было пропустить шнур. расстояние от точки вот сюда 10 сантиметров, но это у меня 10 сантиметров, я решила от верхних точек, видите, от этих точек вниз, вот так вот, получается 10 сантиметров. Здесь 10, и вот точки определяю, точка здесь, 10 и 10. 10 сантиметров на 2,5 это 25. 25-я петля у меня начинаются точки, и на 25-й петле я должна закончить. Вот 15, так, 24 ряда у меня за всего провязка, за 24 ряда я убираю здесь вот 15 петель. Делаю 24 делить на, ну через каждые там 4 ряда, например, делаю отверстия, смотрю даже на глаз, то есть я отмечаю на машинке вот эту петлю и отмечаю вот эту иглу, и постепенно к ним приближаюсь, рассчитывать даже не буду, посмотрю по месту, прямо на машинке через 4 ряда сколько игл мне надо будет убрать, потому что расчет очень сложен и совершенно здесь не нужно. Я отмечаю иглы и смотрю, как часто я буду делать отверстия. Вот собственно и все. Сейчас мы берем машинку и начинаем с вами вязать платье для девочки по косой. Начали вязание. Определяем, как мы будем делать ажуры для шнура. 25-е, так, 25-я петельчка, 25-26 между ними ставлю. Начинаем отсюда и плюс еще 15, потому что следующая петля будет на этом же расстоянии, то есть плюс 15 петель. Плюс 15 это здесь. Я приклеила просто бумажный скотч, потому что он легко наносится, легко снимается и следов никаких нет. в следующий раз я просто перенесу вот эту метку на 15 игл в сторону. Так, и смотрю, за 24 ряда я должна дойти от одной иглы, вот от этой, кстати, могу сейчас ее уже снять, и 24. и 24. Это 12 фаз, то есть 12 раз у меня каретка остановится с левой стороны, 12, потому что каждый ряд я делать ажуры не могу, я могу делать через ряд, это значит, у меня получается 12 фаз. За 12 фаз я должна на 15 игл сдвинуться. Пускай это будет через 4 ряда, буду менять цвет и делать перенос петли. Поэтому получается даже 8, и я буду делать через иглу каждые 4 ряда, то есть через иглу буду переносить ажур каждые 4 ряда. И посмотрим, в принципе, если чуть-чуть сдвинется, немножко вот так вот будет гулять эта линия, не страшно, потому что пояс и мы все подтянем. Провязываю 4 ряда. Вот я сняла сейчас, но на самом деле так. 3, 4, одним цветом делала перенос. Беру следующий цвет, еще 4 ряда. Итак, провязала 24 ряда. Теперь закрываю 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, это 14, 15, вот до этой иголочки. И вот мои отверстия для шнура. Как, еще раз покажу вам, как можно просто рассчитать. Первое, 1, 2, 3, 4, делаем пересадку. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, через раз, если, 4, 8, 12, 16, 20, 20, и 24. Не хватает. через 2, 4, 8, 12, 12, 16, 20, 24. Вот просто на глаз я переставляю, смотрю, сколько у меня за 24 ряда, через 4 ряда я делаю пересадку ажура и буквально вот так методом тыка я на глаз определяю количество петель перед каждой убавкой. То есть через 4 ряда я делаю ажур вот на следующей петле могу точно так же отметить их скотчем могу запомнить что через два через два через два последнюю через один все вот таким вот образом я просто очень рассчитала вот эти вот убавки видите они идут у меня параллельно. вот как я нарисовала вот так вот они должны идти по под углом вот точно так они под углом у меня идут. Теперь я закрываю 15 игл с этой стороны и открываю 15 петель с другой стороны с противоположной и провязываю вот таким вот образом всю длину платья. Еще раз скажу что если не хватает машинки вяжите не поперек а вдоль вот таким вот путем можно вывязывать каждый клин в отдельности потом их просто сшить вот в таком вот порядке чтобы высота этой разницы между сдвиг равнялся ширине клина вот вот тогда у вас все сядет безупречно и будет очень красиво смотреться. Итак закрыла 15 петель и теперь открываю их с другой стороны открыла у меня один ряд на счетчики один единичка потому что провязала ряд открыла петли и провязываю 24 следующих ряда потом делаю точно такую же сдвижку на третий клин на четвертый и снимаю его на вспомогательную нитку будем зашивать наше вязание. То есть провязали несколько рядов вспомогательный один ряд катушечной ниткой видите она прекрасно разделяет вязание образуя отличные совершенно отличные открытые петли. Катушечную нитку мы пока не удаляем уберем ее когда закончим вязание сшивание простите сошьем и уберем катушку и вместе с ней отвалится вспомогательная нитка очень удобно. И теперь горизонтальным трикотажным швом зашиваем входим петлю сверху выходим снизу через соседнюю петлю из которой мы только что выходили другой стороны входим выходим из соседней снизу. Очень удобный шов при горизонтальном вязании незаменим петлю из которой выходили выходим из соседней. Катушечная нитка прекрасно разделяет петли и не перепутаете где какая петля и к чему она относится. Очень удобно. Вот таким вот образом мы сшиваем наше полотно не глядя на то что идет там внизу потому что особенно при длинном вязании как я уже сказала понять что это получается очень сложно пока не сошьете. Вот сейчас мы все это сшиваем и будем смотреть шов сшиваем подтягивая ниточку до уровня провязанной на машинке так чтобы размер петель совпадал с провязанными и после того как провяжем будем уже снимать помогательную нитку. После того как сшили получилось вот такой вот шов обходящий наше платье по кругу. Наша задача выдернуть катушечную нитку снять вспомогательную она отвалится и если у вас есть смена цвета завязать ниточки и отрезать бахрому. Причем отрезать так чтобы она не мешала нам делать рулик который мы будем сейчас навязывать по краю. Поэтому сильно завязывайте стягивайте все краешки которые здесь пытаются разойтись и убирайте вспомогательную. Вспомогательную убирается очень просто мы должны вытащить катушечную нитку. Поскольку она контрастного цвета то ее хорошо видно. Просто тяните ее и у вас вспомогательная нитка просто отваливается. Сейчас она у меня порвалась, но тут видите уже отверстие появилось. Ее вытягиваем, обрезали все веревочки, все завязали, все отпарили. Вот так выглядит наше платье по прямой. Видите косое вязание совершенно непонятно как получилось. Вот так очаровательно все это смотрится. Вот наша верхняя часть. Ажурчики которые будут пропущен шнурок. И сейчас моя задача сделать обвязку верхней части. Можно тоже самое сделать внизу, но внизу я не буду ничем оформлять. Делаем рулик только по верхней части. Рулик буду делать двухцветный, такой яркий, желто-малиновый. И смотрите, сейчас берем и измеряем ширину нашего рулька. Моя задача определить какого размера я его буду вязать. Итак, одна часть у меня немножко растянутым должно быть 6, но вот я немножко потянула и у меня получилось 7. Буду делать по 7 сантиметров. Рулики. 7 умножаю на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потому что у меня каждый уголок 7, 7. То есть 8 раз. 7 сантиметров умножить на 8 раз. В одном сантиметре у меня в кулирке 2,5 петли. И моя задача распределить теперь как я буду вывязывать рулик. Потому что если вывязать просто рулик по всему полотну, это можно сделать. А можно сделать хитрый рулик. Можно сделать рулик частями, выводя лямочки. Можно сделать рулик, вывязать только перед, увести лямочки назад и завязать. Все остальное сделать отдельным руликом. То есть все что угодно. Можно делать любые фантазии. Причем вот такое платье позволяет носить его с любой стороны. То есть можно сделать, например, спереди рулик длинный и две веревочки. Все остальное, начиная от этих остреньких краев вниз, вверх. Здесь сделать две петелечки, через которые будет проходить рулик этот и завязываться. И закрыть все остальное. Это тоже прекрасный вариант. Можно сделать петелечки наоборот спереди и сзади завязывать. Ну, как угодно. То есть здесь уже только ваша фантазия. Я так и буду делать. Я сделаю рулик по переду и выведу два длинных шнурка от него. Это будет одна часть. И раз, два, три, четыре, пять, шесть частей. Это будет обвязка, причем на кончиках. В спинке будут небольшие петельки, через которые я смогу провести шнурки с передней части. Поэтому моя задача провязать сейчас семь сантиметров на шесть раз и семь сантиметров на два раза. Плюс завязки. А здесь плюс петли. Вот. Петли у меня будут вот здесь вот на верхушечке небольшие. А здесь завязки просто пойдут в стороны. Собственно, ничего сложного нету. Беру калькулятор и считаю. Семь сантиметров это одна сторона на две с половиной петли. Семь умножаем на две с половиной петли в одном сантиметре равно семнадцать. То есть семнадцать петель это одна сторона. Вот относительно этого и будем считать. То есть могу отметочки на машинке сделать, могу не делать, как угодно. То есть семнадцать и семнадцать плюс завязки. Завязки где-то тоже, наверное, сантиметров по пятнадцать будут. Пятнадцать умножить на два с половиной равно тридцать семь. Ну, получается, передняя часть семнадцать плюс семнадцать. Так, тридцать пять петель. Семнадцать, семнадцать, тридцать пять. Вот это завязки переда. Сейчас я их и сделаю. Сначала делаю такую, потом буду делать спинку. Провязала рулик. У меня пять рядочков. То есть я набрала любым способом, удобным для вас. У меня это обвив. Провязала тридцать пять петель. Семнадцать, семнадцать. И сразу надела, видите, семнадцать одна. Один уголок, семнадцать другой. Лицом к себе. Потому что рулик у нас загибается сюда, вот в эту сторону, на лицо. Поэтому лицом к себе надела семнадцать и семнадцать. И тридцать пять завязочка. Теперь просто закрываю удобным способом. Любым способом. С косичкой я буду закрывать. Вот в том числе вот эти вот петли. То есть мы, закрывая петли рулика, делаем одновременное соединение с деталью. Поэтому просто закрываю петли. Обычным, удобным способом. Стараясь не спустить, не потерять петельки. Просто разворачиваю и закрываю. Не затягивая, потому что завязка должна быть рыхленькая для того, чтобы она тянулась хорошо. Закрываете, не затягивая петли. Весь ряд. Вот у нас рулик. Он заворачивается на лицевую сторону. И нам его надо будет только зашить. Вот. В принципе, можно было и с изнанки. Но, мне кажется, аккуратнее, когда он закрывает вот так вот с лицевой стороны. Все зашивается. Все очень аккуратно. И все равно зашивать, поэтому лучше зашивать на лицо. Мы заодно уберем все лохмотья внутрь. И все будет очень хорошо выглядеть. Теперь моя задача провязать рулик по остальным частям. Итого, получается 17. 17. Записываю. 17 плюс 17. Это пройма. Вот. Вниз, вверх. Это 17, 17. На верхушечке я сделаю петлю. Петля, наверное, из 5 сантиметров. Плюс 5. Это будет просто прямой участок, который вот так вот соберется на верхушке и сделает петлю. Можно 5, можно больше. Дальше 17, 17. 17, 17. Это горловинка. Дальше опять петля. Плюс 5. И 17, 17. 17, 17. Это раскладка по задней части нашего сарафана. Пройма 2 по 17, петля. Горловина 2 по 17, петля. И пройма 2 по 17. Итого 17 должно быть. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 по 5. И считаем, сколько это у нас петель в итоге получается. Если не хватает машинки, 17 умножить на 6, 102 хватает и плюс 10. Ну, 112 само собой. 112 петель. Это мы должны набрать на машинке. 112 петель. И постепенно надевать наш рулик и закрывать. Само собой надеваем сначала 2 пройму. Потом закрываем петлю. Двигаем наше полотно. После этого уже надеваем горловину. Закрываем петлю. После этого надеваем вторую пройму. То есть мы, естественно, не натягиваем все это полотно. Да, это физически невозможно. Все частями по, чуть-чуть по вот такому уголочку. Это вполне нормально и очень легко будет сделаться. Сейчас 112 петель я набираю на машинке и провязываю тоже вот такое же полотно. 5 рядов. И будем соединять с рафаном. Итак, 17, 17 и 5. Берем наше изделие лицом к себе и начинаем надевать. Надеваем, естественно, с той стороны, куда у нас пойдет рулик. Вот отсюда начали. Лицом к себе и надеваем от самого краешка. Вот это краешка вот этого рулика. 17-я у меня последняя игла, которая стоит в рабочем положении. Вот так вот постепенно их надену, выворачивая все бухраму на себя. Вторая, 17-я у меня тоже последней иглой стоящей. Так, и раз, два, три, четыре, пять. Вот игла, которая стоит в переднем положении, она уже относится к следующему, уже к горловинке. Потому что это я пройму сейчас делаю. Надеваю постепенно все иголочки, петельки, за самый кончик протяжки, либо за самые-самые кончики закрытия. Вот у меня здесь косичкой было закрыто, вот я за кончик надеваю. И закрываю 17, 17 и 5. Вот эти 5 я тоже закрываю. Вместе одной линией. Вот у меня рабочая нитка желтая. Сейчас все это закрываем и переходим к следующему этапу. Потому что вот так вот все сразу нам, естественно, не надеть на иголки. Это и не нужно. Так, раз, два, три. Все, надеваете вот эту часть надели. Сейчас надеваем вторую часть и закрываем вместе с пятью иголками петельки. Закрыли. Вот у меня получилась закрытая часть. Петля закрытая, вот я ее подвесила. Это у меня петелька, которую я буду продолжать закрывать. Эту петлю, которая получается, оставляю внутри и начинаю закрывать, надевать сразу следующие уголки. То есть вот эта петля, которая у меня там образовалась, я ее заправляю внутрь. Вон она. И продолжаю надевать. Вот у меня следующие 17, уже до нулика дошли. Следующие 17, это уже заворот. И до, так, три, три, вот. 17, это уголок. Надеваем горловинку. Вот так вот. Здесь у меня тоже будет пять петель. Вот по такому же принципу я их закрою. Вместе вот эти петли закрываю. И раз, два, три, четыре, пять. Вот это уже идет следующим этапом. 17 и 17. Вот там, следующие. Это будет уже вторая пройма. И вот таким вот образом, постепенно двигаясь, я закрываю все полотно, надевая рулик. У меня остается только подшить аккуратненько этот рулик так, чтобы он не был виден. Подшивать буду как раз вот этим петлям, которые у нас закрывают полотно косички. Все будет идеально ровненько. Убирается внутрь вся бахрома. Все просто отлично. Можно было надевать лицом к машинке изнанкой к себе. Ну, в принципе, эффект был бы тот же самый. По большому счету, разница никакой с изнанкой и лицом, потому что зашивается все и смотрится одинаково красиво с лица и с изнанки. Закрываем эту часть. Петельку закрываем тоже. Оставляем ее внутри. Надеваем последнюю пройму на иголке и закрываем до конца. Так, вот что у нас получилось с руликами. Видите, я вставила рулики в петли по спинке. В принципе, так можно делать и спереди. Это платье, поскольку не имеет ни переда, ни спины. В общем-то, его можно любой стороной повернуть. Оформлять так можно любую часть. Можно сделать петли с передней части, и тогда будет немножко другой эффект при надевании, при завязывании лямочек. Итак, лямочки готовы. В отверстие, которое мы с вами вывязывали, вставляем самый простой плетеный шнур. Просто свернув две ниточки, я получила его. Вот такое совершенно чудесное платье без единого шва и по косой. Мы с вами связали очень просто и очень быстро. Если у вас не хватает игл машины для вязания платья такого, например, на взрослого человека, вяжите вдоль отдельными клиниями и соединяйте эти клинии между собой. Если вы аккуратненько сошьете, будет совершенно незаметно. И все равно такие вот косые дорожки пойдут в стороны. Вот, если не хватает немножко, вы можете просто переодевать каждый раз петли, переставляя их на машине. Если не хватает сильно, если не хватает именно на вязание одного клина, то тогда только поперек. По той же самой системе, как мы с вами рисовали, только нашу выкройку вы держите не поперек, а вдоль высоту. И вы получите абсолютно такой же эффект, только связанный немножко по другому принципу. Все, что мы хотели, мы связали. Я надеюсь, что вам понравилось. Но делиться этим видео не надо, поскольку оно не бесплатное. Кнопку нравится, пожалуйста, не нажимайте. А за следующими идеями приходите к нам на вязальные посиделки. И жду вас на сайте Изба Вязальник, где мы обучаем стремительному освоению вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.